здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумал сенсей урок номер 97 связи с тем что очень много задают на форуме у меня одинаковых вопросов по поводу бесплатных шаблонов которые вы скачиваете с моего сайта или вы скачали данные шаблоны по подписке очень много вопросов возникают что не получается установить шаблон элементарные вещи люди не понимают и не знают поэтому я принял решение в этом уроке подробно рассказать как качать как устанавливать как пользоваться шаблонами на что надо обращать внимание на что обращать внимание не обязательно но перед этим сначала давайте поговорим о шаблонах это в чем разница шаблоны которые я предлагаю 55 штук скачать одним архивом и шаблоны на моем сайте вот здесь есть вкладочка бесплатные шаблоны разницы принципе нет никакой 55 шаблонов это те же самые шаблоны что находится и на этой странице только здесь их уже побольше потому что я сюда и добавляю как появляются новые бесплатные шаблоны а в архиве как бы все одним архивом почему так сделано просто для удобства кому удобно качать одним архивом а кому удобно так поштучно выбирать и качать то есть это просто для удобства соответственно шаблоны архивом вы качаете при регистрации далее еще нет учетной записи и вот здесь вот надо поставить галочки ну конечно заполнить все другие поля вы регистрируетесь подписывайтесь на рассылку от рассылки вы сможете отписаться если вам не интересно но шаблон вы сможете забрать выставить определенные галочки да то есть вот шаблоны для jumla самый первый чекбокс все с этим мы разобрались давайте перейдем на вкладку бесплатные шаблоны мне писали что якобы я обманываю людей и нашли какие-то ссылки там шаблоне кто-то ковырял на это я тоже вам отвечу я не занимаюсь такими вещами то есть у меня даже нет знаний как зашифровать ссылки как вставить вредоносный код я этого делать не уме зачем я это делаю зачем я выкладываю шаблоны то есть если я качаю у разработчиков почему бы мне не ссылаться на разработчика до во время урока чтобы вас мотивировать там скачать оттуда то есть смотрите я хочу сделать как бы удобство у себя у каждого разработчика данного шаблона практически у каждого нужно зарегистрироваться сайт англоязычные немногие знают английский язык немногие знают что браузер chrome может перевести страницу на русский язык и все равно это может быть неудобно и потом здесь собраны все бесплатные шаблоны которые только я смог найти то есть я объединился в одно место удобно на одной странице просматривайте и скачивайте то что вам интересно соответственно без регистрации вот в чем разница то есть почему я не ссылаюсь на разработчиков потому что здесь все как бы в одном месте единственный возможно будет недостаток так как я их тут не обновляю я не могу следить за всеми шаблонами одновременно поэтому если вы установили какой-то шаблон и в админке вам сигнализирует что версия устарела то вы можете просто под этим шаблоном на моей странице который вы установили в комментариях вот здесь оставить сообщение что шаблон у вас обновился и вы хотите обновиться до последней версии то есть только после оповещения я обновляю шаблонах то есть я зайду к разработчику скачаю новую версию обновлю здесь то есть я считаю что это единственное неудобство которое может возникнуть и по поводу сторонних ссылок то что там якобы что-то нашли в этих шаблонах я вам могу сказать одну вещь вы скачаете эти шаблоны у меня точно такой же шаблон скачать у разработчика и проверьте на наличие вредоносных ссылок я вас уверяю в этом ничего найдете или вы найдете те же самые ссылки от разработчика но скорее всего они важны то есть если уже сам разработчик там что-то поставил в любом случае это не будет как являться вредоносным кодом как правило на бесплатных шаблонах действительно есть внизу копирайты то есть ссылка на разработчика то есть по большому счету ее удалять нельзя вы шаблоны пользуетесь бесплатно так что ссылочку лучше не трогать ну многих шаблонов лояльная система в админке можно отключить пока ссылки у некоторых шаблонов возможно даже нет копирайтов давайте двигаться дальше разберем что такое быстрый старт то есть смотрите вот под шаблоном здесь есть три кнопочки дэма понятно это демонстрация шаблона и следующая кнопка зеленая скачать шаблон и обращаем всегда внимание внизу под большими буквами всегда я пишу быстрый старт в комплекте почему я так пишу потому что некоторые шаблоны не имеют быстрого старта это все потому что скорее всего быстрый старт платный то есть бывает так что шаблон бесплатный а быстрый старт разработчик как бы не отдает только за деньги соответственно я пишу быстрый старт отсутствует если вы новичок вы уже не справитесь с таким шаблоном потому что быстрый старт это шпаргалка и в будущем я скорее всего не буду больше около такие шаблоны которые не имеют быстрого старта и так быстрый старт что это быстрый старт это просто предустановленные настройки то есть это уже распакованная джумла в нее установлен шаблон со всеми настройками и он выглядит абсолютно также как и например демонстрация шаблона единственно там не может там нету картинок вместо картинок у них стоят такие заглушки как бы такие картинки пнгшные почему так потому что у них очень жестко с авторскими правами и они изображение сюда не используют именно в быстром старте поэтому стать заглушки а в целом все будет выглядеть как демо шаблон когда вы смотрите то есть все как тут устроено как это выглядит вы сможете в принципе самостоятельно разобраться вам нужно будет просто когда вы установите быстро старт зайти в админку и подглядывать то есть как устроен тот или иной блок потому что очень часто блок может выглядеть иначе за счет ксс класса который заведомо прописан в шаблоне как быстрый старт ставить об этом позже поговорим ну надеюсь понятно что такое быстрый старт по сути это шпаргалка то есть даже я не ставлю шаблон незнакомый мне без быстрого старта потому что это экономия времени я всегда ставлю быстрый старт то есть на отдельный домен это может быть локальный также сервер не важно и там подглядываю как устроен шаблон чтобы очень быстро выполнить настроить тот или иной например контент блок и так далее теперь самая важная проблема с которой большинство сталкиваются новички не устанавливается шаблон и так далее давайте по порядку рассмотрим вот этот шаблон нам сайте то есть я зайду внутрь быстрый старт имеется скачиваю его и мы имеем вот такой один архив большинство новичков думаю что это и есть шаблон и начинает его устанавливать давайте так и сделаем вот у меня тестовый сайт я просто перетаскиваю архив загрузить установить ждем и вообще я хочу сказать что мой сайт наверное единственный в рунете который имеет вот такую страницу с действительно бесплатными чистыми шаблонами без привлечения без вредоносных ссылок скрытых и без вредоносного кода так как я стремлюсь к прозрачности я никого не обманываю мне нужно доверительное отношение я хочу построить отношение с вами нормальные отношения и соответственно я все сделал для этого и стремлюсь к этому об этом хотел сказать несколько слов и так я прожил достаточно долго у меня идет загрузка и ничего не происходит большинстве случаев здесь у вас будет предупреждение в красное такое сообщение что не удалось установить невозможно найти xml файл или что-то в этом духе теперь разберем сам архив с шаблоном почему это происходит каждый раз когда вы скачиваете шаблон вы всегда сначала правой кнопкой мыши и нажимаете открыть смотрим что здесь есть несколько архивов ничего больше нет так как у нас в один архив запакован и шаблон и быстрый старт и еще может быть все что угодно поэтому вы всегда помните об этом и сначала вы на компьютере делаете извлечь в текущую папку а этот архив можете удалять и вот только теперь мы будем сейчас разбирать где же шаблон и где же быстрый старт и так далее во первых вы можете быстро сориентироваться по размеру данных архивов быстрый старт всегда самый большой то есть смотрите при наведении мыши на объект мы видим что он размером 113 мегабайт шаблон никогда так много не будет весить и в названии вот здесь вот можете видеть quick start то есть это быстро старт значит там и joomla и шаблон все предустановлено правой кнопкой мыши открыть то есть сразу видно папка администратор папка templates много папок очень похожи на joomla все это быстрый старт дальше следующий архив выше мегабайт 93 но я уже могу точно сказать что это шаблон почему потому что следующий файл из названия кунена and zip это кунена это форум это какое-то дополнение к форму кунена если вы не используете этот форум вы можете не обращать внимание на дополнительные какие-то папки вам только нужно найти обозначить сам шаблон быстрый старт и все но бывает еще плагин framework без которого шаблон не работает то есть это также будет отдельная папка вы поставите определите шаблон установите на джуму и как правило если такой плагин здесь имеется шаблон без этого плагина framework работать не будет вам об этом по-английски скорее все будет написано просто переведите через переводчик что написано там если скажутся нужно установить плагин framework то вы смело устанавливается из архива этот плагин идете в менеджер плагинов на джумле и активируйте его тогда шаблон сразу заработает большинстве случаев то есть вот это кунена андип нам не нужен мы например не используем кунена следующий идет docs но docs это документация открываем здесь видим pdf файлы на английском языке если английский знаете открываете и там будет расписано как устроен шаблон также не обращаем внимание получается мегабайт 90 сколько там у нас 97 это есть шаблон открываем его когда нам пишут не найден xml файл это как раз таки смотрите вот он видите написано здесь может все что угодно а после точки написано xml то есть смотрите вот так вот как мы устанавливаем на джуму расширение вот сюда вот менеджер файлов то есть вот загрузить файл пакет когда мы сюда устанавливаем то есть ни один файл не установится к вам сюда если он не имеет вот этот xml файл то есть сразу можете даже просто открыть даже не смотреть на название если xml есть значит это автоматически распаковывающийся файл главное здесь разобраться обязательно чтобы вы быстрый старт не пытались поставить на джуму но скорее всего она так таким образом не поставится то есть если вот этот архив с быстрым стартом вы начнете устанавливать вот сюда по незнанию чтобы вы такого не делали вы всегда читаете название если в названии вдруг нет кое-к старта то есть не написано что это быстрый старт всегда смотрите он весит очень много потому что там все вместе установлено и всегда смотрите структуру папок начиная как администратор и так далее посмотрите чистую джуму как она выглядит у нее структура папку такая же все понятно здесь значит джума здесь есть то есть это точно не шаблон да скорее всего шаблон вот этот но мы уже определили xml файл весит мало больше другого ничего здесь нет значит это шаблон и смотрите чтобы более полно разобраться как нам двигаться дальше мы делаем два сайта чистый сайт джума устанавливаем на open сервер ставим на чистую джуму вот этот архив только из этого шаблона если то есть здесь нет у нас нет никаких плагинов фреймворков и так далее делаем второй сайт и ставим вот этот архив как ставить быстро старт также покажу в уроке соответственно этот шаблон поставится без проблем давайте попробуем чтобы не быть голословным сейчас вы сами все увидите вот шаблон установился зеленое сообщение уже хорошо установка плагин успешно завершена это значит там был и плагин установка шаблона успешно также завершена то есть переходим менеджер шаблонов и вот он наш шаблон мы как бы он уже даже назначен по умолчанию мы заходим там внутрь и делаем производим какие-то настройки да вот здесь есть такие вкладки по настройкам данного шаблона видите поставился шаблон без проблем давайте поставим быстрый старт я использую open сервер то есть это локальный сервер на компьютере чтобы не использовать хостинг мы используем такой сервер то есть данный сайты которые находят будут находиться на open сервере они не будут видны в интернете другим пользователям но вы сможете потренироваться и настроить сайты под себя для себя или для кого-то еще более детально я не буду останавливаться так как уже есть уроки у меня на ю тубе об этом по ищите на моем канале там они присутствуют здесь надо определиться какая у вас система 64 битный или 86 то есть запускайте соответствующие ярлычок два раза левой кнопкой мыши кликаем то есть соответственно у меня уже установлен open сервер я просто кликаю по этому значку open сервер у меня запущен он выглядит вот таким флажочком в трей можете по нему кликнуть кнопкой то есть он сначала будет красного цвета вы по нему кликайте и здесь будет написано запустить запускайте его как его настроить предварительно также урок смотрите на моем канале здесь нам нужно создать базу данных для быстрого старта то есть мы переходим дополнительно и вот этот php my admin кликаем у вас всплывет браузер тот который вы назначили в программе open server по умолчанию здесь пользователь будет написано root пароль не надо писать никакой просто нажимаю вперед пароль потребуется только на хостинге здесь вам нужно сначала создать базу данных мы нажимаем базу данных и вот здесь вот создать базу данных я называю по английски как-то в свою базу нажимаю создать все по сути мы создали базу данных здесь там делать больше нечего не пропустите мои топовые продукты под joomla теперь нам нужно создать домен на этот домен положить быстрый старт и попробовать установить быстрый старт следующий шаг то есть мы проходим в папку domains она также находится в папке open server domains то есть ваши домены заходим нажимаю новую папку называю также template по-английски обязательно любое слово по-английски дальше ставим точку и окончание пишем лог вот так как у меня открываем папки с нашим шаблоном быстрый старт просто переносим сюда извлекаем после полного извлечения архив отсюда можете удалить теперь нам нужно обратиться к этой папке через браузер то есть у нас практически все готово осталось только установить я просто копирую на полностью название папки и иду в браузер в браузере в адресной строке вписываю нажимаю enter если вы сделали то же самое то что сейчас сделал я и при этом у вас был open server запущен то вы перезапускаете сервер там где я показывал внизу в 3 флажок вы кликаете мышкой по нему и здесь в списке выбираете перезапустить и ждете пока флажок не загорится зеленым если вы после размещения адреса в браузере не увидите вот такую страницу а увидите выдачу поиска google или что-то в этом духе то допишите до вашего адреса папку инсталляцию так как изначально если мы зайдем нашу папку у нас здесь есть инсталляцию папка сначала джума обращается к ней вы можете отсюда прям скопировать это слово подставить его здесь и потом подставьте еще раз слэш и индекс . php и нажмите enter должна открыться вот эта вот страница здесь заполняем только важные параметры выберите язык в принципе русский стоит название сайта я напишу просто шаблон то есть все поля помечены звездочки звездочками мы заполняем email админ пароль временно можно назначить слабый потом измените в админке нажимаем далее теперь ответственный момент подключение к нашей базе данных которые мы с вами создали предварительно имя сервера оставляем localhost имя пользователя отсюда можно скопировать root вместо админ иначе не получится пароль мы не создавали убираем если здесь что-то стоит а вот имя базы данных нужно прописать именно то что мы с вами создавали здесь то есть можете прямо отсюда скопировать название базы данных и прописать ее здесь нажимаем далее здесь ничего не трогаем на этом шаге нажимаем установить идет установка здесь написано что у нас устанавливается процесс установки на локальном машине может достаточно долго идти установка практически завершена у меня в данном примере быстрого старта а не было такого момента многие допускают ошибку внимательно читайте прежде чем вы нажмете на кнопку далее там будет такой момент выбрать точку установить демо данные обязательно устанавливаем если уже не стоит потому что если вы не поставить эту точку то у вас установится обычная джумла не быстрый старт и вы не увидите предустановленных настроек то есть вот здесь вот часто ошибаются люди но конкретно в этом шаблоне мы видели с вами у нас не было возможности выбора такой опции здесь у нас все как обычно при установке джумлу мы сначала устанавливаем язык принципе я устанавливать не буду после вы удаляете директорию инсталляцию потом желтая кнопка название меняется у нас успешно все удалено и мы можем так я в новом окне открою панель управления а в этом окне открою сайт в данном шаблоне у нас вот вы видите у нас быстрый старт работает потому что здесь уже все вы видите менюшки есть какие-то кнопки возможно это разновидность шаблона то есть сейчас вот видите мой адрес что подгружается тут слайдер уже готовы всякие блоки причем в данном случае это редкость здесь у нас картинки имеются и быстрый старт у нас успешно установился здесь вы можете наблюдать в админке что у нас установлен к 2 раз вот это мы все сбоку видим значит демо данные действительно установились вот здесь вот какие-то ярлычки не мне незнакомые в обычной админке таких тут нет но опять же здесь надо тоже разбираться здесь можно джумбу перевести на русский и уже как пользоваться конкретно быстрым стартом ну здесь просто надо внимательно все смотреть об этом у меня уже был урок начальные уроки джумла сенсей там я подглядывал в быстрый старт и показывал принцип работы я рассказал именно сейчас о нюансах которые в начале люди допускают ошибки и не получается быстрый старт поставить не получается шаблон поставить по сути точно так же устанавливается чистая джумла и мы ставим на чистый шаблон также поступают мне вопросы как может быть лучше стоит поставить быстрый старт и на нем быстренько подредактировать сделать там сайт для клиентов категорически нет я вам не советую потому что это неправильный подход вы должны в быстрый старт подглядывать как в шпаргалку потому что там может быть много лишнего кода много лишних инструментов которые вам и не нужны которые будут например ну лишний грузить сайт и потом все-таки нужно как-то разобраться многие инструменты где что куда тут установлены в быстром старте разбираться дольше придется лучше сюда подглядывать и на чистой джумле вы каждый этап установите там слайдер вы уже через себя пропустите и тем самым наберетесь важного опыта то есть несколько таких шаблонов с быстрым стартом установите и у вас уже будет какой-то опыт иметься уже дальше будет проще двигаться вам многие принципы здесь похожи пускай шаблоны разные но принципы многие здесь похожи ну и заключение этого урока если все-таки остались у вас вопросы задавайте их у меня на форуме и не забывайте лайкать то есть вот социальные кнопки вы видите под каждым шаблоном рекомендуйте понравишься вам шаблон социальных сетях ставьте пожалуйста оценивайте звездочками вот здесь наверху понравился ли вам шаблон и обязательно оставляйте здесь свои комментарии на этом здесь все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь